Меня зовут Екатерина Смирнова, я мастер спорта международного класса по грибному слалому. Работаю тренером-преподавателем в школе по водным видам спорта и также тренером-преподавателем в школе для одаренных в спорте детей. Для меня моя работа как продолжение, как передача того опыта, который я приобрела за свою карьеру. Для меня очень важны все знания, которые я скопила, которые я сохранила, как-то их преобразила в своем формате. И мне очень хочется посвятить себя обучению молодежи именно в своем виде спорта. Больше 20. Все стандартно, с маленькой группой, начальной подготовкой. Я пробовала разные виды спорта. Мне было интересно заниматься и попробовать себя в других видах. Но так как родители были тоже приобщены к этому виду, мы остановились на грибном слалоне. Для меня самый большой приоритет это место проведения тренировок. Это всегда горная речка, всегда природа. Мы проводим в зале минимум времени в зимний период, потому что замерзает лед на реках. А так круглый год можно проводить на открытом воздухе, можно путешествовать по миру и смотреть другие красоты природы. Но для меня это гораздо больше, чем стадион или просто зал. Я участница трех Олимпийских игр. В 2008 в Пекине, в 2016 в Рио-де-Жанейро и в 2020 в Токио. Совершенно недавно это была очень яркая победа. Для меня она по-особенному отложилась в моей жизни, потому что я после декрета, думаю, что очень быстро восстановилась и вернулась. И в мае месяце этого года мне удалось выиграть чемпионат Азии и выиграть путевку на Олимпийские игры. И для меня это было очень значимо. Когда рядом меня ждет мой ребенок и разделить с ним эту победу, ну, это по-особенному. И в 2008 на чемпионате Азии в Таиланде. Это было мое первое призовое место и в командной, и в личном. И там также удалось выиграть путевку на Олимпийские игры. Для меня это было вообще впервые. И те эмоции я тоже не забуду никогда. То есть тогда было очень по-юному, все по-наивному. И самая первая большая победа здесь уже осознанная после декрета на контрасте. Но вот они две запомнились не сильно. Это воинительно всегда. Волнение есть всегда. Я с этим соглашаюсь, я его принимаю, я его впускаю, потому что это боевая готовность. И в ней находится спортсмен. По классике, ну, буквально за час, за полчаса он уже себя настраивает, он создает себе шоры. И уже каждый на своей волне. Ну, мне нравится это состояние, я чувствую полную ответственность. И я радуюсь в этот момент, что боевая готовность, она пришла, и ее можно взять себе в помощь. Да, чувство страха, оно полностью не уходит никогда, потому что наши спорты связаны с стихией, с водной стихией, а ее уважаем до конца. То есть можно знать полностью, как расположена река, как построен канал, сконструирован канал, те препятствия, которые рельеф повторяет вода. Можно все это изучить, но всегда нужно ее уважать, и инстинкт самосохранения, его не уберешь полностью. Поэтому вот в этом и есть экстремальность. И в детстве мне было, конечно, как обычному ребенку, так же страшно и волнительно. Страх растворяется тогда, когда мы в него шагаем. Мы на него смотрим, мы его видим, понимаем, мы в него шагаем. Он либо рассеивается, либо еще концентрируется, где мы опять туда шагаем. И только вперед. Я сейчас работаю уже со сборной области нашей. Это кандидаты в мастера, мастера спорта, ну и, возможно, перворазрядники, которые себя хорошо проявили. У меня группа, которая уже высшего совершенствования. А с новичками, если молодой человек или девушка захотят записаться, если им есть 7 лет, они могут обратиться в школу по водным видам спорта. Им дадут контакты тренеров. Тренер, который занимается именно с этим возрастом, он будет и играть, и технику безопасности будет особенную предоставлять. Он будет за ними следить. И какие-то нагрузки от малого постепенно набирать. Ну, то есть уже специализируются люди на этом возрасте. Поэтому с 7 лет и, ну, думаю, до 14 еще не поздно. Я думаю, что каждое поколение уже более открыто по-своему. И смысл внести что-то из прошлого и зажимать их, я за то, чтобы дать больше, дать площадку для их раскрытия. Дать больше возможностей проявить себя. И я создаю вокруг них условия. Я создаю, оказываю им больше помощи для того, чтобы они почувствовали вот этот фундамент, эту поддержку и смогли свою изюминку, свой талант раскрыть. Ну, вот я за такой подход. А в каждом ребенке этой изюминке есть? Конечно, да. Ее главное открыть. И, может быть, кому-то не подходит быть как все. И соблюдать общие правила, соблюдать общую дисциплину. Возможно, он особенный, но надо это раскрыть. Поэтому я их поддерживаю. Конечно, существует и субординация, и дисциплина, и режим. Это все есть. Но когда человек шагает в тренировку, я превращаю это в творчество. То есть я позволяю ему рисовать. А дальше я уже вижу, как он себя проявляет. И вообще проявлен ли он, или он закрыт. Или, может быть, его надо еще открывать и раскачивать, и говорить, чтобы он расслабился. А потом начал рисовать в свой спортивный путь. Ну, таких сильных, ярких звезд еще не загорелось. Ну, мои воспитанники в призерах на пьедестале чемпионата Казахстана среди молодежи. Их около 10-12 примерно. И там мальчики, и девочки, и бывают смешанные экипажи. Ну, верно, я скажу, что я горжусь их трудолюбиям. Пока, возможно, еще талант не до конца открыт в них для сильно большой победы. Но трудолюбия сейчас много. Думаю, все получится у них, и потом я расскажу уже про эти фамилии. Это олимпийская спортивная форма, выданная нашей олимпийской, национальной олимпийской команде для участия в Олимпийских играх «Токио-2020». Это логотип нашего национального олимпийского комитета. Для меня, так как я очень патриотична, для меня каждый чемпионат Казахстана очень много значит. И каждый кубок, каждая медаль с чемпионата Казахстана у меня на особенном месте висит. Их, наверное, самое большое количество. Ну, а также с каждого чемпионата Азии есть медаль в личном и в командном зачете. То есть чемпионат Азии проводился и проводится раз в два года. И с этой периодичностью я привожу медаль оттуда, что мне тоже очень памятно. Время не так много, но когда оно появляется, я чаще всего обращаюсь к спортивной психологии. Потому что я работаю с подростками, возраст 15-16-17 лет. Это тот период, когда им требуется помощь именно психологическая и, возможно, стратегическая. Без каких-то специалистов тяжело со мной разобраться. Поэтому я люблю просвещаться в этом. Саламанку. Студенты Саламанки. Вы владеете отписывать? Разговорные, да. Я могу общаться. Но вот сейчас книгу прочесть я буду понимать через строчку. Потому что слишком правильно так написаны красиво, стилистически. Грамматически, да. Здесь хромаю. Но пообщаться, сказать, что мне нужно, объяснить урок, например, в своем виде спорта, я смогу на английском. Доехать на метро, купить бутербродцы, это я смогу. Мы когда приехали в Лондон, мы не понимали местных жителей Питании, не понимали нас. Потому что вообще диалект. Наше произношение непонятно для них. Когда мы начинаем на русский говорить по-английски, не понимали нас местные люди. Для меня была большая честь выступать перед Малшутаном Абишевичем Назарбаевым от лица молодежного крыла Жасутан. Мы представляли программу Жастара Танха. Мы раскладывали ее по полочкам. Мы рассказывали, сколько всего будет сделано в нынешнем году и в следующем. И очень большое внимание уделяется спорту. Будет построено множество объектов, будут открыты дополнительные секции, кружки в сельских местностях. Будут поставлены на ставку тренера еще дополнительные единицы. Я очень рада, что партия уделяет должное внимание спорту. Я бы с удовольствием привлекала в спорт и не только молодое поколение. Я бы со всем населением с удовольствием работала и показывала им, любому возрасту, что спорт не поздно никогда. Сейчас открывается в любом фитнес-центре или фитнес-клубе доступ для любого возраста. Есть и пенсионные кружки, есть и детские, и среднего возраста. И когда наше население задумается о своем здоровье и от медикаментов перейдет к здоровому образу жизни, тогда мы станем все сильнее. И это даже какой-то сплачивающий момент. И родители, когда будут сами спортивны, они будут ввести ребенка в секцию, уже будут понимать гораздо больше и переживать за него по-спортивному, разделять с ним любовь к спорту. И я думаю, что здоровье нации, оно крепнет, когда весь возраст вовлечен в спорт, в оздоровительный спорт. Я сейчас не про большой спорт, не про профессиональный, а именно та физкультура, та зарядка, те доступные воркаут-площадки, которые установлены на набережной, те сейчас кружки, которые есть и бесплатные, есть и платные для пенсионного возраста. Мое пожелание, чтобы занимались все. Тогда мы будем здоровее.